здравствуйте дорогие любители вязания вот такой замечательный узор мы сегодня будем с вами вязать посмотрите какой он красивый раппорт узора состоит из двух элементов зеркально направленных друг другу вот он один рапорт у меня здесь связано 3 раппорта в ширину очень красивый узор я хочу сказать спасибо девочкам из нашей группы вконтакте была просьба разобрать схему узора по фотографии и вот общими усилиями эту схему разобрали и я уже на основе всех советов замечаний сделала свою схему и она будет процессе вязания как всегда перед вами единственное что я хочу сказать схемы для кругового вязания по ней очень удобно вязать по кругу читая все ряды схеме справа налево и четные и нечетные но не всегда мы по кругу вяжем и сейчас мы будем вязать поворотным вязанием а при поворотном вязании в изнаночных рядах петли читаются наоборот если петля у нас изнаночная мы в изнаночном ряду вяжем ее лицевой петлей но я еще раз говорю схема будет перед вами я буду все показывать и и мы будем с вами вязать вот такую красоту раппорт узоры составляет 16 петель и плюс мы набираем еще одну петлю в конце раппорта для симметрии узора если вязать по кругу то эту петлю набирать не надо набираем только количество раппортов по 16 петель мы с вами свяжем один раппорт ширину один раппорт высоту высоту раппорт 14 рядов но вся сложность в этом узоре в том что в изнаночных рядах петли тоже вяжутся по схеме и здесь скрещенные петли что тоже создает определенную я не сказал бы трудность но затормаживает вязание так быстро не получится связать ну опять же у кого какая сноровка первый установочный ряд про вяжем изнаночным рядом установочным он не входит в раппорт узора служит для подготовки так как у нас в первом лицевом ряду сразу идут перекрещивание петель очень неудобно это делать набор на крае и так мы вяжем 1 установочный ряд 1 лицевая 4 изнаночных 7 лицевых 4 изнаночных и 1 лицевая петля для симметрии узора в конце ряда дальнейшем я не буду разделять петли до раппорта после раппорта вот буду говорить общее количество петель 1 лицевой ряд 1 изнаночная далее нам нужно 4 петли перекрестить в левую сторону можно взять дополнительную спицу но вот я без дополнительной спицы обхожусь когда провязываем перекрещиваю небольшое количество петель 2 петельки мы оставляем на дополнительной спице перед работой я буду говорить так как будто я вижу с дополнительной спицы для тех кто записывает две петли на дополнительной спице перед работой далее вяжем лицевую 2 лицевые скрещенные вот лицевую петлю я сейчас вот так вот бы привязала лицевую скрещенную подхватываем петлю разворачиваем ее и провязываем 1 лицевая скрещенная и 2 лицевая скрещенная затем петли с дополнительной спицы которые у нас были перед работой мы провязываем 1 простая лицевая 1 лицевая скрещенная вот так далее будет 7 изнаночных и теперь 4 петли мы перекрещиваем в правую сторону 2 петельки мы оставляем за работой либо меняем пары петель местами провязываем лицевую скрещенную простую лицевую и петли с дополнительной спице которую мы оставляли за работой мы вяжем лицевыми скрещенными 2 лицевые скрещенные и 1 изнаночная в конце ряда 2 изнаночный ряд 1 лицевая 2 изнаночные скрещенные вот простую изнаночную я вот так вот провяжу а изнаночную скрещенную петлю подхватываем сзади и провязываем ее изнаночной 1 и 2 2 изнаночных освещенных привязали далее делаем накид следующую петлю тоже провязываем изнаночной скрещенной затем две петли провязываем вместе изнаночной вот у меня изнаночная петля и лицевая они повернуты разными стенками изнаночная вот удобно для этого лицевую мне нужно развернуть вот таким образом я их развернула одинаковыми стенками и провязываем 2 вместе изнаночной на лицевой стороне они у нас провязали 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону далее будет 5 лицевых теперь нужно провязать 2 вместе изнаночной скрещенной тоже мне нужно сейчас лицевую петлю развернуть чтобы она была также как изнаночная повернута но теперь эти две петли нужно привязать изнаночной скрещенной вот так можно сделать поменять петли местами чтобы вторая петля за 1 и обогнула и вставляем вторую петлю на первое место и провязываем 2 петли вместе изнаночной мы провязали их изнаночной скрещенной а лицевой стороне они провязались 2 вместе лицевой с наклоном влево далее будет у нас изнаночная скрещенная делаем накид 2 вместе изнаночной скрещенной и 1 лицевая в конце ряда 3 лицевой ряд 1 изнаночная 2 лицевые скрещенные 1 изнаночная накид вяжем изнаночной снова делаем накид лицевая скрещенная и теперь нам нужно 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном в левую сторону но так чтобы сверху была лицевая скрещенная петля мы разворачиваем лицевую петлю и вот изнаночная петля тоже разверну чтобы мне удобно было подхватывать чтобы они одинаково лежали провязываем вместе лицевой петлю с наклоном в левую сторону сверху у нас оказалось лицевая скрещенная далее будет 3 изнаночных теперь 2 петли нужно провязать вместе с наклоном в правую сторону чтобы сверху была снова лицевая скрещенная нам нужно ее развернуть лицевую петлю я снимаю изнаночную петлю разворачиваю лицевую петлю но если я сейчас их привяжу вместе они не получится у нас сверху лицевая скрещенная мне нужно еще раз ее развернуть то есть когда мы в правую сторону провязываем вместе петли то вторую петлю нужно развернуть два раза вот так далее будет у нас лицевая скрещенная накид 1 изнаночная 2 лицевые скрещенные 1 изнаночная в конце ряда 4 изнаночный ряд 1 лицевая 2 изнаночные скрещенные 2 лицевых делаем накид изнаночная скрещенная 2 вместе провязываем изнаночной петлей чтобы на лицевой стороне они привязали 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону затем 1 лицевая и 2 вместе провязываем изнаночной скрещенной можно вот так вот еще с провязать вот я разверну лицевую петлю и подхватываем обе петли сзади вот так вот сразу обе начиная со 2 разворачиваем и возвращаем на левую спицу и провязываем их изнаночной петлей и на лицевой стороне провязали с 2 вместе лицевой с наклоном влево выбирайте способ который вам больше нравится которые вам удобнее дальше будет 1 изнаночная скрещенная накид 2 лицевых 2 изнаночных скрещенных 1 лицевая в конце ряда 5 лицевой ряд 1 изнаночная накид лицевая скрещенная 2 вместе лицевой с наклоном в левую сторону так чтобы сверху была лицевая скрещенная петля разворачиваем лицевую сворачиваем изнаночной провязываем 2 вместе лицевой далее будет 2 изнаночных 2 лицевых скрещенных 1 изнаночная 2 лицевых скрещенных 2 изнаночных и теперь две петли провязываем вместе лицевой с наклоном в правую сторону снимаем изнаночную петлю а лицевую разворачиваем два раза и провязываем 2 вместе лицевой далее у нас будет лицевая скрещенная делаем накид и провязываем изнаночную петлю 6 изнаночный ряд 2 лицевых делаем накид изнаночная скрещенная 2 вместе провязываем изнаночной петлей простой изнаночный дальше будет одна лицевая 2 изнаночных скрещенных 1 лицевая 2 изнаночных скрещенных 1 лицевая 2 вместе провязываем изнаночной скрещенные разворачиваем лицевую петлю и я поменяю петли местами так дальше будет изнаночная скрещенная делаем накид и 2 лицевые 7 лицевой ряд 3 изнаночных делаем накид лицевая скрещенные 2 вместе провязываем лицевой так чтобы сверху была лицевая скрещенная далее будет 2 лицевые скрещенные 1 изнаночная 2 лицевые скрещенные 2 вместе провязываем лицевой с наклоном вправо так чтобы сверху была лицевая скрещенная дальше будет лицевая скрещенная накид 3 изнаночных мы провязали половину узора теперь в восьмом изнаночном ряду мы тоже перекрестим петли и будем вязать вторую половину узора уже тоже она по зеркальном отображении относительно первой половине 8 изнаночный ряд 4 лицевых перекрещиваем 4 петли в левую сторону 2 петли оставляем на дополнительные спицы перед работой провязываем 2 изнаночные скрещенные не очень это удобно делать в изнаночном ряду при перекрещивании что поделаешь 2 изнаночные скрещенные дальше петли с дополнительной спицы которые мы оставляли перед работой вяжем одну изнаночную 1 изнаночную скрещенную затем у нас будет одна лицевая петля и 4 петли мы перекрещиваем в правую сторону 2 петли оставляем за работой на дополнительные спицы провязываем одну изнаночную скрещенную одну изнаночную и петли с дополнительной спицы мы провязываем изнаночными скрещенными далее у нас будет 4 лицевых до конца ряда 9 лицевой ряд 3 изнаночных 2 петли провязываем вместе лицевой так чтобы сверху вместе лицевой с наклоном вправо что так чтобы сверху была лицевая скрещенная петля так далее у нас будет лицевая скрещенная накид 2 лицевые скрещенные 1 изнаночная и в зеркальном отображение 2 лицевые скрещенные делаем накид лицевая скрещенная и 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево так чтобы сверху была лицевая скрещенная петля 3 изнаночных в конце ряда 10 изнаночный ряд 2 лицевые 2 вместе изнаночной скрещенной далее будет изнаночная скрещенная делаем накид 1 лицевая 2 изнаночных скрещенных лицевая петля накид изнаночная скрещенная и 2 вместе обычной изнаночной петлей и 2 лицевых у нас будет в конце ряда 11 лицевой ряд 1 изнаночная 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону так чтобы сверху была лицевая скрещенная дальше будет лицевая скрещенная накид 2 изнаночных 2 лицевых скрещенных 1 изнаночная 2 лицевых скрещенных 2 изнаночных накид лицевая скрещенная 2 вместе лицевой с наклоном влево так чтобы сверху была лицевая скрещенная петля и 1 изнаночная в конце ряда 12 изнаночный ряд 1 лицевая 2 изнаночных скрещенных 2 лицевых 2 вместе изнаночной скрещенной 1 изнаночная скрещенная накид лицевая и в церкальном отображении накид изнаночная скрещенная 2 вместе обычной изнаночной 2 лицевых 2 изнаночных скрещенных и 1 лицевая в конце ряда 13 лицевой ряд 1 изнаночная 2 изнаночных скрещенных 1 изнаночная 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону так чтобы сверху была лицевая скрещенная лицевая скрещенная накид 3 изнаночных далее будет накид лицевая скрещенная 2 вместе провязываем лицевой так чтобы сверху была лицевая скрещенная дальше будет изнаночная петля 2 лицевые скрещенные и 1 изнаночные в конце ряда 14 изнаночный ряд 1 лицевая 2 изнаночных скрещенных 2 вместе изнаночной скрещенной 1 изнаночной скрещенной накид 5 лицевых далее будет накид изнаночная скрещенная 2 вместе обычной изнаночной 2 изнаночных скрещенных и 1 лицевая в конце ряда мы провязали с вами один рапорт ширину 1 рапорт высоту и когда мы провяжем несколько рапортов ширину и высоту то получим вот такой замечательный узор очень красивый узор прекрасные носочки получится этим узором шарфы ажурные плантины очень-очень мне понравился всем девчонкам большое спасибо за идею мастер-класса за подсказки вместе мы сила ставьте лайки если вам понравился этот узор пишите комментарии подписывайтесь на наш канал присоединяйтесь к нам везде где мы есть в интернете присылайте к нам свои просьбы наши крупы все ссылки вы найдете под каждым нашим видео да и приглашайте к нам своих друзей я желаю вам здоровья удачи позитива и ровных легких петелек пока пока